В Петропавловске стартовал чемпионат Республики Казахстан по самбо среди юношей и девушек. Более 300 спортсменов из всех регионов страны поборются за путевку на чемпионат Азии и мира. Турнир продлится три дня. Рассказывает Денис Явков. Чемпионат Республики Казахстан по борьбе с самбо уже давно стал традиционным. Он проходит ежегодно в разных городах страны. В прошлом его проводили в Мангистау. На этот раз гостей из всех регионов республики принимает Петропавловск. Более 300 самбистов поборются за путевку на чемпионаты Азии и мира. Петербург всегда такой юношеский чемпионат первый раз проводится, потому что в этом регионе у нас развитие самбо практически не было. Сейчас это федерацию открыли 4 года назад и сейчас вот эта федерация начала работать и сейчас они действительно показали в прошлом году чемпионка мира вас с землячкой. А вот и первые схватки. Бойцы на ковре. У каждого желание одолеть своего соперника. Самбист в синем Ернар Усипулы из Жамблысской области, в красном его оппонент из Акмолинской области. После успешно проведенных приемов и грамотно выполненных бросков Ернар одерживает победу. Занимая самбо уже 5 лет, к соревнованиям много готовился. И вот эта схватка была пожалуй непростой. Соперник сильный, тоже хорошо подготовлен. Однако мне удалось победить его, чему я очень рад. Главное в этом виде спорта не только сила, но и техника. Уложить противника на лопатки задача не из простых, ведь после такого приема важно еще и удержать его. На бой отводится 4 минуты. За неполное удержание 10 секунд 2 балла, полное удержание 20 секунд 4 балла. Но можно одержать победу и досрочно, если отрыв от противника составит 8 очков. Так завершилась встреча нашего бойца. Захват, бросок, а после полное удержание и счет уже 4-0. Минутой позже североказахстанец повторил техничный и в то же время силовой прием. Итог 8-0. Турнир по борьбе самбо продлится 3 дня. В таких же схватках предстоит сойтись и девушкам. Денис Севков, Владимир Боровков. Новости МТРК.